Это реально, вот это вот уголь активированный Завтра вам свеженький, нормальный рассоль Тьфу, рассольчик, какой еще рассольчик? Сиропчик сделаем А сок вот, тут вот, в уголочке только немножечко Только такие пузыречки Как коровка Ну-ка, 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 ну-ка Советую вам вот так перепалить немножко Блин, а так все серьезно начиналось Е-мое, еще с березы сделаем Ребята, все сгорело Вкусный-вкусный, поехали Вот так, так Теперь наливаем в нее сок Всем привет В прошлый раз у нас немножко не получилось Пригорел наш сироп Видите-ка, я вам сказал, что у нас уже есть сок Так что больше мы не будем показывать Как мы его добываем там, ставим, сливаем Ну это как бы будет у нас с вами Дубль два С первой попытки не удалось Вторая попытка Сейчас, надеюсь, нальем сюда сока И сделаем из него сироп Поехали Опа Крутая крыла Я думаю, в этот раз должно получиться Ого Видели? Ну это, я думаю, просто так не отмоешь Буду мыть мойкой Высокого давления А сам поддон мы тогда оставили поперек корыта А сейчас поставим вдоль Чтобы оно испарялось Намного быстрее И равномерней Делаю чистоту Ого Я думал, сейчас будем долго Даже керхер не взял Пригар Ребята, вот видите Что значит от дурной головы Руки страдают И все остальное Пошли с дядей Геной Буквально, ну, 10 минут Посмотреть роликов про еду И про готовку И вот Чем это закончилось Сейчас, видите Шпателем Щетками какими-то Ладно, продолжаем В прошлый раз Мы не усмотрели У нас все сгорело Сейчас будем Глаз да глаз стоять Смотреть это все Все, кидаю корыта А, тогда корыта Ложили вот так А сейчас вот так Я думаю, еще быстрее будет испаряться Заливаю Ну что, ребята Прошло 3 часа Мы уже почти выпарили Благодаря тому, что наша емкость Имеет большую площадь Вот Происходит интенсивное испарение Залили сюда 30 литров За 3 часа Ну, обычно такое занимает Ну, я вам скажу Где-то вот дядя Гена Испарял Литров 40 Неделю В кастрюльке А мы нашли способ С большой площади Испарить за 3 часа Тот же объем И вот получилось Уже почти такой Рассол сироп Наполовинку Фу, а дым едкий Следующий наш этап Будем переливать С этого корыта Кастрюльку 5-литровую И пойдем домой Там будем уже доделать И по баночкам разливать Так, все Снял с костра Вот сколько получилось Заливаю в кастрюлю Через ситечко Положу марлю Тут примерно литра 3 Такого густого сиропа Но еще не окончательного Вот Ну, а в конце будет литр Я думаю Или пол-литра Будет видно Ну что, ребятушки Последний рывок На плите Ставлю сначала на максимум На девяточку Довожу до кипения А потом ставлю На маленький огонек Чтоб оно не пригорело Буду ждать Покуда оно Все не испарится Следующий этап После этого будет уже По баночкам буду раскладывать Ребятушки И не забываем Снимать пенку Даже если поставили на плиту Тут она тоже Не пойдет с пенкой В баночку Не пойдет Вот так Не ленитесь Чем качественнее сделаете Тем будет лучше Зато потом всем будете рассказывать Какое качество вы даете Ребятушки Не забываем помешивать Вот Я помешал Помешал Чтоб не пригорело Ни гнищу Ни к стенкам А этим временем Вот эти баночки Я поставлю сюда В духовочку Для стерилизации Закрываю Ставлю На 150 градусов Ребятушки Больше нельзя Чем на 150 градусов Лопнет тара Оставляю на 15 минуточек Ну что ребятушки С 30 литров Осталось у нас 700 примерно грамм Ну вот тут на кастрюле У меня литр И чуть-чуть меньше Это 650-700 грамм Ну сейчас налью баночки И посмотрим конкретно Сколько осталось Все Снимаю с плиты Так-так-так-так-так-так Опа Буду ждать Пускай остынет И осядет немножко Вынимаю банки Прокаленные Где тут мое полотенчико Ставлю баночки Крышечки я прокипятил Прям в чайничке Сейчас глянем Вместе с вами Сколько у меня получилось Этого сиропа Крышечки С чайничка достал Кстати Очень удобно Закинул Скипятил Пускай там полежат Но не надо Целый чайник Воды наливается Так Столечка Сиропчик мой Посветлел Все Вот одна баночка Все О Эти я сейчас Закрою А эту будем Пробовать к чаю Хорошо Ребятушки Последний рывок Смотрите Вот Ааа Горячая Я налил Была целая банка Такой мутной Сейчас уже Больше половины Вот осадок И он еще уплотняется Я думаю Утречком будет Ну где-то Вот так Половина От этой Половины Сейчас я попробую Вот тут Вот Просто Ну оно еще Все горячее Просто на вкус Хочу даже Оценить Ммм Густое И со вкусом Дыма Копченый сок Ту Сок Какой сок Сироп Реально Как канадский Ну ключевое слово Конечно Как На самом деле Не канадский Далеко Наверное А гораздо вкуснее Канадского Класс Следующий раз Дядя Гена Сделает И покажет вам Сок березовый Он его Выпарит И будет такой Вообще Не знаю Будем пробовать И сравнивать Откроем какую-нибудь Вот эту баночку А это на вкус сравним И березовый Он должен быть Такой темный Получится Как карамель Вкус Все Пока